Обыкновенным чудом назвали галоконцерт, которым эффектно и зрелищно была завершена неделя культуры и искусств в Искитиме. Традиционные дни открытых дверей и творческие отчеты, акции Управления культуры города в этом году решило объединить в одну культурно-просветительскую неделю культуры и искусств в Искитиме. В течение пяти дней во всех учреждениях культуры города проходили праздничные мероприятия. И библиотеки представили свои работы, и дома культуры, и парк культуры, и музей. Вчера проходила ночь в музее и вот сегодня галоконцерт у нас. Сегодня сейчас работают у нас здесь практически все учреждения представлены в творческом составе, на сцене будут, а так представлены все учреждения какими-то своими интерактивными площадками. В целом хочется сказать, что народ увидел, народ знал, что проходит такая акция у нас в городе. И я сегодня вижу, что тоже в зале, в ДК, в Доме культуры сейчас есть народ. Конечно, мы будем совершенствовать и другие акции будут проходить. У нас много сейчас, и оно и проходило, и сейчас проходит много различных акций, различных видов направления. Все без исключения творческие коллективы города представили к участию в галоконцерте свои самые лучшие номера. Само понятие культуры значимо и для города, и для людей, которые в этом городе живут. И, конечно, за эту неделю все учреждения культуры постарались продемонстрировать все грани своих возможностей. Но самое главное, хотелось бы, чтобы все-таки жители города помнили и понимали, что культура – это не здание и сооружение, это не отдельно Дом культуры молодость или музей. Культура – это, прежде всего, люди, которые там работают, талантливые, активные, энергичные, которые готовы дарить людям праздник. Ну и, что самое главное, они готовы учить этому других. Потому что и детская музыкальная школа, и школа искусств, и все кружки и объединения, которые существуют на базе учреждений культуры, воспитывают в подрастающем поколении ту составляющую, которую принято называть культурной составляющей. И я думаю, что, конечно, бесследно такие дни не проходят, потому что не случайно они называются дни открытых дверей в учреждениях, когда у всех возможность есть увидеть, может быть, немножко изнутри, то, как творится вот этот вот культурный процесс, то, как появляется праздник. Это же не одним днем делается, это идет из поколения в поколение, из года в год. Организаторы постарались и среди огромного количества ярких и эмоционально окрашенных разножанровых выступлений выбрали максимально эффектные, которые и вошли в программу. Бурными аплодисментами зрители приветствовали на сцене театрализованное представление с известным и легко узнаваемым мотивом. Дарить людям радость, праздник, настроение – это ли не чудо? И это каждодневное занятие танцоров, музыкантов, певцов приносит удовольствие и зрителям, и самим талантам. Как эстрадные, так и фольклорные композиции наполнили содержанием «Творческий вечер», демонстрируя все многообразие и красоту народного исполнения. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok